итак сейчас у нас конец июля и я хочу сделать вам очередной ролик про нашу ремонтантную малину вы помните что мы несколько раз за ней ухаживали и теперь вот такие заросли смотрите она выше выше моего роста вот такие заросли у нас образовали сейчас я вам покажу что с ней происходит на данный момент хочу вам сказать что сейчас очень важно производить очень качественный обильный хороший полив ремонтантной малины только в этом случае он вам даст очень длительный период плодоношения значит сейчас мы уже две недели собираем малину как она образовывает плоды значит у нее есть вот такие более короткие побеги посмотрите но они все вот в таких кисточках ягоды видите это мы уже что-то здесь собирали ягоду не что-то много собирали вот такие кисточки которые будут нарастать ягодой если вы будете их тщательно поливать вот такие зеленые ягоды их мы собираем уже две недели то есть середины июля точно дальше у нас сейчас сформированы вот такие побеги посмотрите которые еще только выдвигаются цветоносы них вот из пазух и на кончике вот он только-только формируется цветонос и он будет свистеть эти побеги вот маленькие побеги сейчас от плодоносят вот так вот вырастет выглядит вот эта грядка которую мы с вами удобряли два раза я обязательно расскажу оставлю вам ссылки на эти ролики и получается что вот эти низкие побеги которые сейчас все в ягодах они отплодоносят к середине августа вот эти вот большие высокие побеги которые вырвались вперед лидеры они сейчас зацветут посмотрите они только находятся в фазе цветения и будут нам давать урожай в сентябре конец августа сентябрь октябрь до первых заморозков и это нормально посмотрите нет ни одного побега вот уже здесь чуть пораньше будет нет ни одного побега который сейчас бы находился без цветоносов это значит что мы все правильно с вами сделали вот видите вон там выглядывают ягодки они спеют каждый день сейчас самое главное что нас от нас требуется это очень качественный хороший полив вот тоже ягоды зреют вот ягоды зреют они зреют прям кисточками я вчера собрала в это же время и вот они уже они уже назревают вот такой оборот малины ремонтантной у вас и должен быть и чтобы быть с постоянным урожаем видите все вот цветущий то есть это беспрерывный процесс непрерывный я бы сказала а посмотрите какие побеги она формирует вот я вам палец то есть побег толщиной с мой палец а высотой он выше меня и это побег одного года посмотрите на ней нет никаких заболеваний потому что не не зимуют в ней никакие никакие жуки и никакие вредители если какие-то грибковые заболевания вдруг нападают то нужно конечно провести обработку но у нас в этом году такое хорошее лето что никаких заболеваний ну пока не предвидится во всяком случае вот посмотрите какой какой какое мощное растение мы с вами вырастили и эта грядка даст вам достаточное количество урожая конечно нам нужно вот сейчас когда мы начали собирать урожай еще через неделю дней 10 нам нужно пройтись и удобрить и комплексным удобрением чтобы была и минералка и азот и конечно калий от этого зависит сладость ягоды поэтому берите какое-то комплексное удобрение и разводите в лейке и поливайте под корень либо если у вас есть возможность сделать это поздно вечером либо рано утром можно пройтись по листу посмотрите какая листовая пластина вот я держу свою руку листовая пластина малины больше даже чем моя рука и конечно же сейчас до сих пор если у вас сформировался побег вот например вот этот побег я вижу да он без ягод он уже не успеет вам в этом году ничего дать вы можете спокойно снимать его листья и ферментировать как мы это уже с вами делали ссылку на ролик обязательно оставлю вам и таким образом у вас будет пополнение для вашего чая ну что я думаю что вам рассказала исчерпывающий материал по поводу ремонтантной малины конечно мне она нравится больше чем летняя малина поскольку летняя малина отходит очень быстро особенно если созревание и и происходит на период дождей то она вся будет у вас гнилая червивая поэтому я от нее полностью отказалась и сейчас культивирую только вот такую вот осеннюю малину а если осенью вы не успеете ударит морозы и вы не успеете собрать всю ягоду то вот ягодки в таком состоянии можно спокойно собрать и засушить для чая будет очень ароматно я желаю вам успехов в выращивании ремонтантной малины обязательно осенью вернемся еще к этому вопросу я расскажу вам как ее обрезать и какой уход необходимо сделать для нее чтобы на следующий год получить хороший урожай